Всем привет! В России с каждым годом все больше появляются новые молодые предприниматели. Один из таких живет в республике Башкортостан, Ильинур Венерович Нигматурин. Несмотря на свой молодой возраст, уже имеет большой багаж знаний и большой опыт в бизнесе. Он также является основателем компании S&G. Есть своя автомойка, заведение, ночной клуб и так далее. Сам он также является мастером спорта по триатлону. И сегодня мы как раз поговорим с ним. Расскажите, почему вы решили заняться предпринимательской деятельностью? В основном весь доход непосредственно, большие обороты только предпринимательской деятельности. Ну и в первую очередь, самое главное, ты занимаешься тем, что тебе нравится. Я слышал такую одну вещь, как будто ты поехал на север работать вахтовым методом, поработал там 14 или 20 дней, все бросил и вернулся обратно. Почему? Нет, на самом деле вахтовым методом я проработал полгода, почти точнее год, больше чем полгода, меньше чем год. Ту историю, которую ты рассказываешь, это не совсем было вахтовым методом, это было на постоянке, но это было на севере. Но вахтовым методом я работал не на севере, а начинал работать в Сахарине, и соответственно там началась у меня строительная карьера. Ты работал на севере, и что тебя замотивировало приступить к предпринимательской деятельности? Ну, в первую очередь, я уже до вахтов занимался бизнесом, соответственно... Какая ниша? Когда я уезжал на тот момент на вахту, это был именно фитнес-клуб, мы запускали фитнес-клуб, это было в городе Салават, и на тот момент мы запустили первый классфит. Еще нигде не было, имеется в виду в Салавате, в Шамбаеве, в Сатамеке, в этих первых городах еще не было классфит, мы его запустили. Вопрос сразу, кто это мы? Мы, соответственно, в первую очередь, я, моя была инициатива, я запустил именно эту нишу, и непосредственно был у меня бизнес-партнер, который уже дальше начал более масштабным, мы начали продвигать. У них было оборудование, у них было помещение, именно в этом помещении мы уже начали это все продвигаться. Вопрос опять же, почему именно эта ниша? Поскольку я сам спортсмен, как говорят, нужно заниматься бизнесом. Бизнес надо начинать с того, в чем ты хорошо разбираешься. Я являюсь мастером спорта по билетлону зимнему и кандидатом мастером спорта по билетлону. Соответственно, это мне было очень близко, я знал, как все это преподнести, плюс у меня, так скажем, есть опыт в продажах, и в принципе, почему бы это не сделать? И физкультурное образование все позволяло, чтобы это запустить. Ага, но в конце концов от этого тоже ты отошел. Сколько проработал вот этот ваш бизнес? Этот бизнес все еще функционирует на данный момент в городе Салават. Я уехал, поскольку я искал что-то интересное, что-то новое. Как бы я в спорте очень давно, но мне было что-то новое попробовать, что-то новое ощутить, я не прекращаю, продолжаю все себя, так скажем, да, прокачивать в разных сферах. Как бы ни к чему другому не мешает. Но с опытом я понял, что каким бы ты бизнесом ни занимался, общая схема, общий скелет предпринимательства, ну, един. А вообще, какая у тебя мечта была в детстве? Кем ты себя видел в будущем? На самом деле, в детстве я очень хотел быть летчиком. Ну, стоял выбор, соответственно, если ты хочешь летчиком, то тебе нужно было очень много учиться и забросить, как бы, карьеру спорта. Но я этого не мог сделать от любви к спорту. Соответственно, я хотел стать непосредственно профессиональным спортсменом, я им являлся. Но в детстве я все равно видел себя предпринимателем, бизнесменом. Как твой отец отреагировал на то, что ты вот отходишь от спорта? На самом деле, очень он плохо к этому относился. Он не хотел, никак это не воспринимал. Он мне предлагал даже устроиться в разные органы, как в полицию, чтобы выступать за команду «Динамо», ну, не забрасывать спорт. Но, как бы, если у тебя есть цель, ты должен идти, либо ты живешь ради родителей и слушаешь их, а потом ругаешь их то, что вот у тебя жизнь не так. Либо ты сам делаешь ошибки и никого не винишь и получаешь от жизни удовольствие. Все правильно. Вот расскажи про компанию, которая сейчас действует, сколько там людей и вообще чем занимаетесь? Сейчас, на данный момент, мы занимаемся, у нас несколько ветвь в бизнесе. Это строительный бизнес, это также у нас остался маркетплейсы, поскольку мы стараемся всегда быть, ну, выбирать трендовые ниши, которые только начинают и на этом заработать. Если бы, конечно, я был слишком молод на тот момент, если бы сейчас вернуть в 2014 году, мы, наверное, еще занимаемся майнингом и криптовалютой. Но сейчас это, чтобы войти в эту нишу, ну, немножко сложновато и требуется намного больше финансов. И чтобы окупить, нужно более опытные профессионалы, ребята. Они уже как бы заняты. В принципе, сейчас наш это строительный бизнес, это непосредственно маркетплейсы, пошив одежды. И непосредственно запускаем, помогаем предпринимателям открывать свои, ну, точнее, возрождать их бизнес-идею, в жизнь воплощать. И помогаем их продвигать уже дальше. А вообще тебя что мотивирует? Вот каждый день есть действия. Что мотивирует? Ну, первоначально цель. Цель та, которая тебе дает постоянную энергию и мотивацию. Не просто мотивация, вот на данный момент цель моих ребят – это непосредственно улучшить бизнес-экологию, да, улучшить непосредственно республику. А это только за счет предпринимателей, за счет ребят, у которых есть желание воплотить свои мечты в цель. Соответственно, у всех же свои мечты, у кого-то хочет открыть барбершоп. Некоторые, вот у нас сейчас в городе три барбершопа на данный момент, да, в небольшом городе, да, и они продвигаются. Открывается что-то новое за счет предпринимателей. В принципе, здесь не будет предпринимателей, ничего интересного, ничего нового не будет. Даже по той набережной, на которой мы сейчас гуляем, как бы это сделают предприниматели, да, строители. Вот такой вопрос. Когда у людей деньги, хорошие деньги начинают попадать в руки, они сразу уезжают в другие города. Но ты остаешься все еще в провинциальном городе, в Ушимбае. Почему? Ну, поскольку здесь не до конца еще, ну, закрыта эта ниша, да. Ну, и скажу так, в большие города едут в основном те, кто хочет, жил в маленьком городе, и думают, что на самом деле большие деньги находятся в больших городах. Но мы все прекрасно знаем, ты сам жил в Уфе, ты жил в Уфе именно в студенческие годы. И все молодые ребята, студенты пытаются уехать в большие города. Но для блогеров это выгодно, для предпринимателей нужно развивать там, чего где еще нет, да. Здесь, грубо говоря, поле, на котором можно работать, можно продвигаться. И плюс к этому сейчас это особая экономическая зона. И не только меня это интересует, но и многих миллиардных предпринимателей, которые уже миллиардные обороты. Инвесторов. Да, инвесторов, бизнесменов. Эта территория очень сильно привлекает, и здесь есть на чем поработать. Когда я здесь поработаю, закончится, соответственно, я не отказываюсь от тех городов, которые находятся за границей, да, и есть в них цели. Когда, ну, и, соответственно, да, переехать, соответственно, всему свое время. Жить ты хочешь все-таки не здесь, а в других городах каких-то? Нет, продолжать буду здесь, но место жительства, да, должно быть у тебя в нескольких точках, да. Ты не должен как-то закреплен быть в одном, ну, к одному городу. Ну, в принципе, меня ничего не держит, чтобы взять в другую город, переехать. Но и пока здесь есть возможность, пока здесь есть на чем поработать, я буду это до конца делать. Пока цель, мой гельштайль здесь не закрыт, я буду, пока я не закрою свой гельштайль, я отсюда не буду. Все, вопрос. Твое отношение к политике вообще, вот. Сейчас многие уехали за границу или вот всегда говорят то, что, а, в России там нет возможности, лучше там в других странах жить или продвигаться. Твое отношение к этому? Ну, есть интересная такая фраза. Если ты не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой. Соответственно, когда ты в бизнесе, тебе все равно нужно следить за законами, чтобы быть в правоте. Они постоянно меняются, поэтому немножко все равно мы интересуемся политикой. Поскольку где-то интересуемся в какой-то, да, в какой-то степени и нет. Что нужно знать, мы применяем, что не нужно, и куда не нужно ссылаться, мы уже не лезем. А вот насчет того, что многие говорят, что в России нет возможности продвигаться и так далее. Знаете, это зависит от человека. Каждый человек во что-то сфокусирован. Если ты сфокусирован на возможностях, то ты их увидишь. Если ты сфокусирован на негативе, ты будешь видеть негативы, да? Поэтому, возможно, кто их не видит, для них и не будет нигде этих возможностей. Когда ты женился? Я женился 4 года тому назад. Ну, точнее, уже 4-й год пошел, как я женился. Вот тогда тебе было где-то 23-24 года, да? Примерно, да. Да, да, может даже меньше. Почему ты тогда решил жениться? Вот сейчас трендер, люди ждут, когда им исполнится 30 лет, или когда они станут полностью на ноги. Ну, в первую очередь, если тебе понравилась девушка, да, не нужно тянуть, не нужно тянуть, нужно брать, делать предложение и жениться. Если ты не уверен, то не нужно вообще встречаться с этим человеком, общаться, как бы портить, это чья-то мать, это чья-то сестра, ради того, чтобы ради развлечения, как бы это не стоит делать. Да, я тоже всегда так говорю, то есть, пока ты думаешь... Другие веры делают. Другие, да, действуют. Так же и в бизнесе. Поэтому всегда ешься сникерс, чтобы не тормозить. Вопрос насчет инвесторов. Вообще, откуда находите, кто вообще ваши потенциальные инвесторы? Наши потенциальные инвесторы, это обычные люди, соответственно, да, но у которых есть какое-то небольшое понимание об инвестиции. Если, соответственно, у них нет знаний, но хотят инвестировать, начать, хотят начать немножко инвестировать в этой ниши, мы, у нас для этого есть телеграм-канал, где мы доносим информацию, объясняем, что такое инвестиции, чтобы люди понимали. Многие начинающие инвесторы не понимают, что такое инвестиции. Они всегда это связывают с криптовалютой, куда ты вложил деньги и тебе просто, как грубо говоря, с неба падает. На самом деле это не так. Наши инвесторы, это такие же простые люди. Кто-то работает на заводе, кто-то занимается бизнесом, кто-то работает вахтой. У всех разные направления, но при этом наша деятельность приносит им хороший доход. Насчет туризма. Вообще у вас есть в дальнейших... Ну, у вас есть цели развивать туризм именно в вашем районе или вообще в Республике? Вообще, да, в целях есть, но о будущих целях я лучше покажу в деле, чем на плавах. Хорошо. А вот, чтобы вы порекомендовали молодому поколению, допустим, человек учится в 10-11 классе, он спрашивает, что мне дальше делать? Вообще вот как? Я советовал бы им больше практиковать себя в разных нишах, именно в тех нишах, которые им нравятся. Я буквально в детстве, в школьном возрасте ремонтировал велосипеды для ребят, ноги не умели клеить элементарную шину, а велосипеды, знаешь, камни очень часто ты... Они сдуваются, прокалываются, грубо говоря, обычным стеклом. Соответственно, это приносило мне небольшой доход, но я уже там начинал набирать опыт. Нужно набирать опыта, если ты идешь устраиваться на работу, спрашивают об опыте, да, соответственно. Но я советую начинать набирать опыт не в найме, а в бизнесе лучше. И пусть лучше ты потеряешь там 10, 20, 30 или даже 100 тысяч рублей. В этом ничего не страшно, на самом деле, именно при открытии бизнеса, не в инвестициях, а при открытии бизнеса. Поскольку ты инвестируешь в знания, в опыт, да, ты не потерял, ты заработал. Поскольку в следующий раз, когда ты откроешь, ты уже в два-три раза заработаешь, ты будешь знать, что делать, чтобы не потерять эти деньги, а заработать. Своя любимая книга? Моя любимая книга «Самый богатый человек» сегодня. На самом деле было бы так, но моя самая любимая книга это подсознание может все. Все понятно. А фильм? Фильм? Самый любимый фильм? Это, скорее всего, ну, я очень люблю Марвел, поэтому, наверное, именно финновселенная Марвел, а именно не «Самый железный человек», наверное, будет самым. Твое отношение к радио Хабирову? Что ты можешь сказать про него? Почему я сказала? Потому что я вижу, что на самом деле у нас в республике очень много изменений, в том числе в Ишимбай, он сам Ишимбайский, поэтому этот вопрос я же уже отвечаю, да? Ну, и у меня отношения, на самом деле, хорошие к радио Хабирову, поскольку многие там жалуются, да, ну, не многие, делятся люди, кому-то нравится, кого-то нет. Я отношусь, на самом деле, к тому, что, да, есть что-то хорошее, есть что-то неплохое, но будем учтем то, что у нас одно государство, но даже с той точки зрения спорита он очень многое делает для республики. Много что сейчас поменялось, именно движется к лучшему, если даже посмотреть, сравнить пять лет тому назад, что было и что сейчас есть, ну, на самом деле, мы сейчас гуляем по набережной и почти в каждом городе такие прекрасные набережные. А в этот, ну, все времена, пять лет назад вообще ничего не было. Согласен, согласен. Когда ты учился в школе, у тебя были тройки, как я понял, много было их или как? Ну, в начале нет, в начале было там три-две тройки могло быть, но как бы я акцент делал на спорте, мне было у нас на самом деле без разницы на учебу, но не совсем. Я любил математику, я любил физкультуру. Ну, помню, вот я был сам свидетелем, у тебя по большейшему языку было три, да. И вот преподаватель, который поставил тебе три, что она тогда говорила тебе? Да. Что она мне говорила, что, ну, многие, то, что ты не добьешься там, ну, это у всех учителей было, и у меня по-русскому было три, но учителя русского языка, хотя у меня было три, больше поддерживали почему-то, чем учитель башкирского языка. Башкирский язык пытался меня затопить, а учитель русского языка пытался подтянуть этот язык. И в тот раз мы встретили вот эту именно учительницу, которая поставила три, и что она сказала уже? Ну, я знала, что ты так будешь, что ты добьешься. Я верил, я же специально тебе тройки ставил, чтобы ты мотивацию получал и так далее. Потому что, на самом деле, что хочу сказать всем ребятам, которые сейчас учатся в школе, в колледже, оценка это качество полученных ваших знаний. Если вы получили тройку или какую-то плохую оценку, это не говорит, что вы плохой человек и не добьтесь ничего в жизни. На самом деле, я знаю много ребят, которые не знакомы, закончили даже институт, некоторые, да, но имеют хороший доход. И это генеральный директор и акционер Салават Стекло, который закончил Ишимбайский техникум. И имеет много акций в разных компаниях, даже иностранных. И летает на вертолете здесь. Насколько я помню, если не ошибаюсь, он миллиардов сейчас является. Поэтому полученные знания нужно правильно применять. Дело не в оценках. Вы можете лучше знать на три, чем иметь большую пять. У каждой компании есть своя миссия. Главная миссия. У вас какая миссия? На самом деле, ну это же относится к тому, чтобы улучшить. Улучшить людей, улучшить экологию. Кстати, вот здесь холельные соседки продают. Классно открыли недавно. Хочу сказать о том, что у меня так же осталось в целях это сделать. Я просто говорю много, что не рассказываю, поскольку хочу это лучше в деле показать. На самом деле, построить институты хорошие, которые будут давать образование, именно то, которое будет помогать. Да, нет, это получается целенаправленно для людей, для детей, которые остались без родителей, или как? Нет, институт будет для всех, а вот детские дома... Вот насчет детского дома меня больше интересует. Расскажи про него. Какая вообще система там будет? Система детского дома сейчас, на данный момент, в детском доме очень сильно изолирует детей от нынешнего мира. И, соответственно, мы вот сейчас идем, гуляем, мы не увидим ребенка, который был бы из детского дома. Соответственно, мы прекрасно знаем, слышали то, что человек, который вышел из детского дома, да, ну, не совсем... Тяжело адаптируется, да. И эта проблема не их на самом деле, это проблема у нас и проблема воспитателей, которые... Ну, именно система. Я не скажу, что воспитатели, потому что они ничего не могут поделать, а именно эта система. Поскольку это такие же люди, немного детей, которые, соответственно, остались без родителей, не именно из плохой семьи, у кого-то погибли, у кого-то что-то. И решение сейчас какое? Решение такое. Построить детский дом, где будут с этими детьми обращаться так же, как с обычными детьми, так же с детьми, с ними. Каждый, ну, имеется в виду, может любой человек прийти с ними пообщаться, да. Они будут себя находить, себя как в доме, как-то не в детском доме, а как в обычном доме, чувствовать себя и не будет воспитателей, а будет как один родитель. Так же дарить любовь. Так же смотреть и ухаживать. Они будут друг другу помогать, общаться. А сейчас, а сейчас же человек тоже может прийти в детский дом? На самом деле нет. Если ты хочешь забрать ребенка. Нет, не забирай, ты можешь прийти, как бы. Ну да, ты можешь дать, но они не чувствуют той любви, которая... Да, а как вот вы планируете делать так, чтобы человек чувствовать? Объединить. Они вот дети, там своя, все равно вот, экосистема, да, они ничего, так скажем, там нет такого, допустим, чтобы они чувствовали как себя братьями или сестрами. Нет у них друг друга поддержки. У каждого у них есть, они либо разделяются на несколько групп и, ну, грубо там, обижают топи. То есть внутри, опять же, этой школы детского дома будет проводиться специальные мероприятия, которые направлены на объединение этих. Да, именно будет даваться знания, чтобы они, когда вырастут и выпустятся с этого детдома, они могли, соответственно, да, получили качественное знание, могли быть не сотрудниками, а уже предпринимателями. Уже там будет прививаться именно качество предпринимателя с помощью игр, с помощью развития и будет дариться любовь, соответственно, да, этим людям. Что нужно каждому ребенку? Соответственно, любовь требуется. Ну, красивые слова. Вот. Наконец-то с тобой дошли на красивое место. Залки, конечно, забрали. Опять же, это проблема нашего менталитета, который не ценит работу предпринимателя, работу администрации. Думаю, что это все стоит маленьких денег и пытаются все это сломать, разломать. А что-то я не вижу, а где? Ну, раньше здесь было покрыто зеленью. А, да? Вот эти лампочки, ну, видите, разбили. Ну, это, я считаю, ну, есть, где требуют, ну, есть такой закон, и я с ним согласен, то, что вандализм должен оказываться. Это люди, которые не ценят. В первую очередь, это проблема родителей, которые дали такое знание, да? Которые, ну, и во-вторых, соответственно, этих детей тоже можно понять, почему они так делают, им не хватает внимания. Ну, это уже непосредственно психологики, психологи объяснят это, да, это вопрос. Я считаю, что нужно каждый, каждый человек должен работать над собой. Если у тебя есть ребенок, нужно это до конца осознавать и брать ответственность. Если ты взялся за это, если ты женился, если у тебя есть ребенок, доведи это дело до конца, смотри и дай ему качественные знания и любовь. Все. Спасибо большое, Инор, за такое классное интервью. Желаю вам успехов, чтобы вы, на самом деле, добили всех своих подстальных целей. Спасибо. До свидания.